Всем привет! Сегодня у нас тема «Поток ясновидения». Посмотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Потому что многие люди, какие-то процессы происходят с ними, они не могут понять иногда, что происходит, собственно. Давайте посмотрим. Сначала не буду я сигнификацию проводить. Слушайте душой. Если совсем не резонируют, это расклады общие, пожалуйста, не натягивайте на себя, если то, что совсем вам чужое. Например, я так удивляюсь, люди, например, слушают расклады, общие расклады, и вот они на самом деле верят в эти общие расклады, как в сказку. О, боже, там, например, мужчина, да я ему не верю, и начинают писать мне комментарии, да я ему не верю, он так не может поступить, он другой человек. Слушайте, но вы смотрите на свою ситуацию, если у вас мужчина совершенно, абсолютно, да, не совпадает, вы же понимаете это. Если совпадает, прекрасно, если нет, ну, и так же с вашей ситуацией, допустим, да. Я смотрю, тоже люди, а потяну ли я, а возьму ли я этот шанс. Ну, вы смотрите на себя сейчас, на вашу ситуацию, вы там, в какой вы точке находитесь. Надо просто адекватно смотреть, без иллюзий. Я вас призываю просто, не сидите годами на раскладах. Расклады воспринимайте именно для своей трансформации, для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, для того, чтобы ваша жизнь пошла в другое течение. Вот так. Я вас благодарю за комментарии, за лайки, за донаты. Спасибо большое. Я приобрела галактические просто колоды, сегодня я на них посмотрю, как раз этот поток. Мне так нравится вот именно так делать расклады, когда разные колоды, потому что они все говорят по-разному, то есть свою информацию какой-то слой дают. Ну, у вас сейчас, знаете, что происходит? Открытие перспектив, дорог, перед вами развертывается новый прекрасный путь жизни. И вы сейчас выбираете на самом деле методы, и как вы будете действовать? Куда мне пойти? Туда или сюда? Чем мне заниматься? Потому что вы сейчас как творец своей реальности, как художник, у вас перед вами жизнь — это чистый холст. Вот что вы нарисуете своими намерениями, своими мыслями. Позитивные будут мысли, да, положительные. Что вы притянете? Творчество у вас идёт, самовыражение, всё это по справедливости. Знаете как? Вам высшие силы это даруют. После череды испытаний вы прошли какой-то кармический урок. Вам за это высшие силы. На тебе награда. Человек, который меня слушает. Потому что были испытания очень болезненные. Кто-то сейчас в них находится, когда больно, когда действительно больно, когда ты не понимаешь, для чего тебе этот урок, когда ты понимаешь, что тебе нужно попрощаться с чем-то таким, что тебя тяготит, с тем, что тебя отбрасывает назад. Вот ты страдаешь как будто по кругу, по кругу, по кругу. Знаете, я что поняла? Самое главное. Это я на себе поняла, на своих клиентах тоже. Вот чем чаще ты будешь смотреть на свою жизнь и понимать, что сейчас вот я себе вру. Вот прям конкретно вру себе в чем-то. закрываю глаза на что-то, вру себе, хотя тебе уже высшие силы дают по темечку и говорят, окстись уже, посмотри в реальность, посмотри, что вообще происходит. и когда человек начинает жить в правде, он на самом деле начинает исцеляться. Вот знаете, это когда это у меня было так, и это у моих клиентов так же, точно так же. Вот тяжелая болезнь какая-то, дают высшие силы, допустим, внезапное там, сломал человек ногу. Либо какое-то заболевание тяжелое, либо психическое, именно, не то что отклонение, а вот когда он не выдерживает, у него психику уже не выдерживает. То есть это как будто на грани. Человек вот еще чуть-чуть, и его сорвет вообще кукушку, и он съедет, ну, в психиатрию, туда куда-то. И когда он начинает заглядывать вглубь себя и спрашивать себя, где я себе вру? В каком вопросе я себе вру? Ребята, это вот самый главный вообще рецепт исцеления для вас. Сейчас я вам его открою. Вы заглядываете внутрь себя и спрашиваете, где я себе сейчас вру? Где я лгу себе и живу в неправде? Допускаю эту неправду в себя, в отношениях, в семье, во взаимодействии с людьми, в работе, да везде, в любом аспекте, в любой сфере, где? Задавайте себе этот вопрос, вам по справедливости. После вот этого, знаете, когда у вас кармический урок, вот этот был болезненный очень, очень больно, когда, это прям болезнь, реально болезнь, когда человек может лежать, не вставать, высшие силы уложили, подумай, что ты сейчас делаешь со своей жизнью, и по справедливости вы выходите в свое исцеление, вы сейчас как художник своей жизни, вы сейчас свои ресурсы будете наращивать, потому что мало ресурсов, мало, мало. Давайте посмотрим дальше. Я вас не хочу пугать, просто говорю о том, что ну, у кого-то период пустоты, а пустота для чего нужна? Ну вот я тебе, тебе, тебе человек, говорю, пустота, да. для того, чтобы осмыслить, для чего мне эти задачи, уроки, для того, чтобы избрать новый путь и делать что-то по-новому, вот новый метод избрать, сострадание проявить другому человеку, к близкому человеку. Это что, выбор, что ли? Влюбленный выбор. Любовь, с любовью тоже связано. Как это довериться в течении жизни? Как довериться Вселенной? Когда у меня, например, происходит какая-то ситуация в жизни, которая меня не устраивает ни по каким аспектам, да, в отношениях какая-то, там, ссоры, конфликты и так далее. То есть вы, наконец, начинаете с доверием относиться к жизни, приветствовать зимнее, вот это вот состояние, зимы тоже, оно нужно. Для природы всё важно, да, для природы каждое состояние важно. Для того, чтобы весной всё пошло в цвет, в возрождение, должна пройти зима, лютая зима. И как бы природа не жалуется на то, что, блин, опять там лютая зима у нас полгода идёт, да. Сейчас опять, вот смотрите, очень похожее состояние вот по этим картам идёт. Кто-то лежит, реально лежит, болеет. Вас просто учат доверять высшим силам. Высшие силы лучше знают для вас, что лучше. Ну, для вашей души имеется в виду, да. Сейчас сбор своих ресурсов идёт. это вот такая вот, знаете, когда хиленькая стабильность, это когда ресурса мало, реально мало. То есть, это вот четыре пентаклика, я за них держусь как-то. Но, значит, вам в этот период нужно дособрать себя по кусочкам. У кого-то энергетические пробои есть именно в биополе, в ауре. Куда вы идёте? Подождите, давайте спросим. А, вот, опять же, ожидание. Не надо торопиться. Опять карта зимы выпадает, и ожидание. Время ещё не пришло. Детали пока неизвестны, то есть, ну, меня, значит, туда не пускают, и я вам не буду говорить того, что мне не велено говорить вам пока раньше времени. Вы сейчас постигаете, на самом деле, мистическую вселенную, вот, вам будут приходить знаки вселенной. Вы обретаете мудрость, и духовное развитие у вас сейчас идёт именно семимильными шагами. Причём, вы работаете над собой, над своей душой, над своим наполнением. А знаете, для чего? Для того, чтобы стать магом своей судьбы. Что такое магия, вообще, магическое мышление? Это никогда, знаете, у людей сформировалось такое мнение, что магия это деревенская какая-нибудь магия, это какая-нибудь тётка делает со свечами что-нибудь, какие-нибудь ритуалы. Логическое мышление это когда вы абсолютно управляете своими энергиями и всеми стихиями, а вообще стихи пять, то есть это не только земные стихи, но это ещё и космос, когда вы управляете всем потоком Вселенной, энергией управляете. Когда вы выстраиваете свою реальность так, как задумано это свыше, это как вы как будто считываете напрямую хроники Акаши без, знаете, интерпретируете правильно и абсолютно точно. Это когда не начинаешь надумывать, что-то придумывать, там сказки Венского леса вот себе тоже в иллюзиях болтаться, нет, у вас другое сейчас. Магия в реальности это когда магическое мышление имеется в виду, это когда человек полностью управляет своими стихиями, своими энергиями. Этот человек очень ответственный. Маг не может быть безответственным идиотом, который, знаете, вот сегодня я вот так вот ручкой так вот сделаю и всё, потому что он понимает, от его мышления зависит всё, зависит вот от его малейшего шага. Даже вот, знаете, когда ты набираешь вот эту силу магическую, внутреннюю, сейчас вот для людей силы особенно важно, услышьте меня, пожалуйста, вы когда набираете этот ресурс, сначала вы болеете, сначала вы набираете этот ресурс, потому что безресурсное состояние, ну все мы знаем, что это такое, это когда ты лежишь, ты не можешь себя вообще поднять просто, ты ничего, какое там управление реальностью, о чём речь. Вы сейчас собираете себя по кускам после трансформации, после тяжелейших уроков, после болезней, после того, как вы завершили какие-то вас отношения, которые вас делали несчастными, вот вы их завершили или вышли из этих отношений, или завершили просто для того, чтобы передохнуть и понять вообще, для чего мне этот человек и что он мне транслирует, да, потом, возможно, когда вы оба трансформируетесь, сейчас меня услышите парой, которые там в ссоре находятся, вы оба когда трансформируетесь, когда вы оба поймёте, для чего вам этот человек и как я хочу вообще выстраивать свою дальнейшую жизнь. И вы либо начинаете заново коммуницировать, но по-другому, иначе. Вы знаете, это такое ощущение, что вы как будто отработали свой долг из прошлых жизней по отношению к этому человеку. У вас какая-то жесть происходила, бесконечная, знаете, на постоянной основе, когда по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, да блин, и когда же это решится? Оно не решается, не решается, потому что это как будто долг из прошлых жизней. Вы, например, должны были встретиться с этим человеком для чего-то, для какой-то своей задачи. Например, исцелить его, этого человека, либо погнать его в трансформацию, для того, чтобы он осмыслил свою жизнь и понял, что он живет не по своему сценарию вообще жизни, не по своей судьбе. Когда украли судьбу, это сплошь и рядом. Это делается как вот как раз-таки пресловутой деревенской магии и злыми силами, да, темными силами. А еще родовыми программами, которые, родовые программы, это когда вы даже не будете осознавать, откуда ноги растут, а у вас будет один и тот же сценарий в семье. Разводы, например, треугольники, предательство бесконечное, несчастная любовь когда, вот несчастная любовь, и ты понимаешь, что я хочу выйти из этого сценария, я хочу счастливую любовь, я хочу счастливую семью, я хочу к себе нормального отношения, ответственного отношения. Вот, про мага, этот человек ответственный, он ответственный за все процессы во вселенной, он понимает, что от его взмаха руки, от его мысли одной даже идет, знаете, какое влияние, то есть он может, знаете, это когда ты осознаешь в какой-то момент, что ты своей мыслью можешь реально человеку сделать плохо, да, ну, что-то с ним случится, и ты понимаешь, так, я сейчас останавливаю свою говномешалку в голове, понимаю, что у меня очень сильные энергии, это вот как раз, это вот прям вот пример из жизни, я вам говорю, реально, когда страдают вокруг вас невинные люди, потому что у вас в голове какая-то, ну, какой-то свой процесс происходит, да, вот эта трансформация идёт, когда трансформация, это всегда болезненно, это когда ты своего дракона наконец, наконец, начинаешь приручать, дракон — это внутренняя сила, ты его приручаешь, он под тобой, ты им управляешь, не когда он на тебя управляет, и ты в состоянии аффекта можешь сделать всё, что угодно вообще, спалить дом, например, да, а именно, когда ты управляешь своей энергией, вот эта стихия огня, которая просыпается всё больше и больше в вас, и это вселенские процессы сейчас с вами происходят, масштаб вселенский большой, это мистика, это мистические озарения, это это тессеракт, это когда, знаете, как вам объяснить, это когда четырёхмерный куб в трёхмерном пространстве, который его невозможно представить, но он есть, то есть это когда для нашей реальности не хватает ещё одной грани реальности, короче говоря, в пятимерном пространстве гиперкуб как раз начнёт действовать, это когда соединено прошлое и настоящее будущее, вот, кстати, что я вам ещё хотела сказать, это очень важно сейчас, если вы погружаетесь в регресс, если вы копаетесь в своих прошлых жизнях, помните о том, что вы не знаете наверняка прошлая жизнь, это прошлая жизнь или это параллель идёт, то есть в ноосфере, в хрониках Акаши, в абсолюте записаны все жизни ваши, все течения реальности одновременно, то есть вы погружаетесь в регресс, например, а там в регрессе какое-нибудь ужасающее событие, да, вы вообще даже не представляете, куда вы лезете, вот просто потом в вашу реальность вот это всё привносите, насилие, убийство, негативный сценарий и черноту, ну, например, бесовщину, вот просто взял и притянул из той реальности сюда, поэтому не лазьте туда без вообще не знаете, не лезьте, потому что вы не знаете, как на самом деле происходит реальность, в реальности всё одновременно происходит, то есть это параллельные реальности, вы сейчас у вас не, как сказать, не прошлая жизнь в прошлой жизни, а именно параллель идёт, поэтому вот это удивительное свойство человеческой психики и сознания, когда он осознаёт, что он параллель, то есть он сейчас одновременно находится во взрослом состоянии, например, сейчас, вот вы слушаете мой расклад, вы слушаете мой поток, а я сейчас читаю поток, вы находитесь в этом слое мира, да, и одновременно вы можете почувствовать себя младенцем, например, когда вы рождаетесь только, либо вообще свою жизнь в другой реальности, параллельная которой идёт реальность, это знаете, когда вы путешествуете по астральным мирам, но вам нужно вернуться, потому что вы можете очень далеко уйти в космическом пространстве, и не вернуться в это тело, потому что там тоже реальность происходит своя, вы застрянете там, в той реальности, здесь подумают, что человек помер, например, ну, ещё что-нибудь, вот, это как у тибетских монахов есть, у тибетских монахов есть практика такая, когда они говорят о том, что, так, я сейчас уйду в медитацию, медитация такого плана, что, ну, я сейчас утрирую, конечно, на русский язык вам перевожу, что я уйду, например, на 30 дней в состояние такое, когда дыхание нет, жизнедеятельность организма полностью прекращена, как будто бы человек, ну, умрёт, умирает, а на самом деле у него происходит тотальное погружение вообще в другую реальность, то есть этот человек отлетает абсолютно от вот этого земного плана бытия, как раз я скоро сделаю расклад о тонком мире, хочу просто рвётся в пространство, я не знаю, что, кто придёт на этот расклад, вот такой процесс у вас сейчас происходит, трансформируется, вот эти тибетские монахи, они как раз 30 дней прошло, и он приходит в себя, но он предупредил о том, что меня не нужно хоронить, потому что я не умер, я просто нахожусь в другом состоянии сознания, вот у вас состояние сознания сейчас меняется, трансформируется, это когда процесс одновременно, знаете, происходит, энергия это волна, или это в виде волны и в виде я забыла, как это называется, в виде волны и в виде так, ладно, вспомнил, скажу, кто знает, кто хорошо в физике понимает, итак, свойства волн и свойства частиц, когда излучение происходит энергии, энергии это как волна или как частица, да, гиперкуб в пятимерном пространстве начинает разворачивать свои как сказать, горизонт событий, короче говоря, человек может изменить изменить все, ну, то есть, он может изменить свою точку вообще, преодолеть любое расстояние, это вот когда кто смотрел интерстеллар, да, когда вы преодолеваете, сейчас покажу, пример показатель, да, то есть, вот две точки, да, отсюда вот до сюда, происходит вот так, вот когда, вот так, дырка, тогда, раз, то есть, одновременно, понимаете, то есть, это световые, когда пространство, много миллионов световых лет вы можете его преодолеть быстрее. Так, Не буду застревать в этом, это уже магия пошла. Многие сейчас находятся в изоляции, но вы общаетесь с каким-то человеком, у нас есть связь, ну, потому что у вас процессы сейчас идут, знаете, какие, погружение в себя, выбор перспектив, открытие дверей и доверие ко вселенной, доверие ко вселенной, потому что вселенная лучше знает, что для меня лучше, да, для моей души, и глубокое исцеление у вас, физическое, эмоциональное исцеление, так, противоборство, противостояние, с кем исцеление, противоборство, да, да, даже в себе исцеление, когда у вас родовые программы, проги, которые стоят, которые вам мешают жить, реально же, жить мешают людям, вы их исцеляете, потому что у вас долгое время война внутри, противостояние, вот этих, как я буду под сценарием жить, родовым, которые идут из поколения в поколение, это веками, это тысячелетиями идет, либо вы сейчас как ученик действуете, да, вы обучаетесь, примеряете в себе эти аспекты и завершаете старые этапы, грамотно, гармонично и легко, когда негодами человек застревает в уроке кармическом и не может его никак пройти, а когда вы знаете, как по щелчку происходит исцеление, кстати, очень классные процессы, ребята, не бойтесь никогда трансформации, кто боится трансформации, как вам не бояться трансформации, не бойтесь, просто не бойтесь этого, то есть высшие силы для чего-то вам дают, для того, чтобы вы, например, перешли в другое качество вашего сознания, в другую реальность перескочили, да, перепрыгнули, квантовый скачок совершили, и у вас вот происходит как раз-таки сейчас именно квантовый скачок, ни много, ни мало, то есть я вам сейчас серьезно говорю, это вам не шутки тут с вами разговаривает космос через меня, и вот вот он, вот они карты Мир Вселенной называется, колода, шикарный просто, они галактические, вот реально космос сейчас в моих руках, итак, поток, что с вами происходит, что сейчас с вами происходит, и куда это все идет, трансформация у многих, трансформация, проходите свою трансформацию, не бойтесь изменений, приветствуйте изменения в своей жизни, у многих будет изменение, причем, знаете, как, на каком уровне, на атомарном уровне, это когда изменяется вообще вся реальность, вот реально камня на камне не остается, вот что-то происходит такое, это череда событий, это цепь событий, и многие боятся, и годами живут в войне, магические войны, там, какие-то противостояния с родственниками, там, с мужьями, с бывшими, господи, кститесь уже, вы в счастье идете, реально, вот просто сейчас у вас время расслабиться, получать удовольствие от жизни, от благословений вселенной, почему-то вас благословляет Господь, на что? Танцующие ангелы, как вам? Завершение тяжелых кармических ситуаций, сценариев и негативных линий жизни, завершение этого и переход ваш куда? в Солнце, переход в Солнце, в небесное свечение. Вот представляете, вот когда ты переходишь в состояние Солнца, то есть ты годами жил в состоянии тьмы, потому что по бесовщине, по темным мирам, по жезлам, по страстям, по зависимостям, зависимости в разных аспектах, это когда вы не можете даже отпустить человека, потому что он не хочет трансформироваться, а вы за него держитесь, но он не хочет трансформироваться, у него своя реальность какая-то, он в ней живет, значит ему кайфово в этом жить, а вы понимаете, что я, да, я люблю этого человека, но я иду дальше, мне в этом не кайфово, мне в этом плохо, мне в этом я постоянно в тревоге, допустим, нахожусь, и вы идете в танец своей жизни, это когда ты, вот смотрите, вы выбираете свою судьбу, вот в ноосфере, в хрониках Акашиев, выбраны, выбраны, собраны много миллионов воплощений ваших, просто вот, это космическое множество, которое вы даже представить себе не можете, то есть вот ты как, когда пыльную книгу так вот открываешь, так, какую жизнь выбрать, и начинаешь листать, и вы сейчас выбираете реально свою другую судьбу, а эта другая судьба связана с тем, что вы наконец начнете быть светимыми, вы начнете светить этому миру и для чего-то, то есть давать жизнь этой планете, давать ей исцеление, давать ей любовь, давать ей новое начало, давать ей тепло, это солнце, солнечная, солярная энергия, это огромная звезда, которая, ну без которой не было бы жизни, знаете, где это все зажигается в вас? В районе вашего сердца и в районе вашего солнечного сплетения, то есть это свечение, вот оно вот здесь вот, все сконцентрировано, и оно идет протуберанцами, вспышками вовне, потому что вы уже не можете сдерживать этот свет внутри, изнутри. Я понимаю, что этот расклад может быть и для узкой категории людей, то есть точечно, примеряйте на себя, смотрите на себя тоже, у вас работа идет над собой, над своей душой и танец. Девочки, кто танцует, вам привет от меня, потому что у вас прям процессы идут именно в материи осуществлять энергетические потоки в танце их чувствовать, их воплощать, энергетические потоки через танец, через движение в материи. в счастье идете, реально в счастье, просто вот какой-то процессы очень глобальные. Ребятки, у вас сегодня потоки вообще для всех, для всех, кто услышит, у кого есть уши, кто хочет услышать сердцем своим. После катастрофы, которая с вами произошла, катастрофа может быть любого порядка, это когда рушится семья, когда вы остаетесь без перспектив, денег и здоровья, когда у вас, например, что-то происходит страшное в жизни, потеря близкого человека, когда вы расстаетесь с человеком. И у вас сейчас идет выбор по сердцу, реально по сердцу, вот как вы хотите жить. И высшие силы дают вам шанс на реинкарнацию, на вашу реинкарнацию, то есть на ваше возрождение из пепла. потому что непосильную ношу вытянули. Кто-то долго просто зависал, а именно знаете, жесть, когда происходит в жизни, человек никак не может на другой уровень перейти, он хочет уже другого уровня, но никак не дается это. Кто-то проработал в себе настолько глубинные пласты сознания, то есть это ваше детство проработали, страхи свои проработали, травмы, психотравмы, физические травмы, вы исцеление идете. Вы отработали кармический долг, вы кому-то отдали кармический долг, вы задолжали кому-то. Да, и сейчас карты говорят, просто смотрите, какая космическая колода, вот он, какой-то трансформер идет, вот все, 10 жезлов это все, это тяжесть просто уроков, а вот он легенький, легенький, обновленненький идет человек в новую жизнь свою. Так, поймите, если у вас какая-то жесть происходит в жизни, допустим, что-то не клеится, либо какой-то кармический урок, который вы никак не можете пройти, знаете, когда по кругу, по кругу, одна и та же ситуация, одни и те же грабли, да сколько можно, нищета, допустим, не может человек вырваться на другой уровень бытия, либо в отношениях, то есть постоянно борьба в отношениях, ну, не когда любовь, наслаждение вообще счастьем, а когда постоянно какое-то преодоление препятствий, это может быть у вас, как раз-таки вы взяли просто это из параллельной своей жизни, с параллельной реальности, вот люди говорят про прошлую жизнь, я говорю это про параллельную реальность, это может из другого пласта мира, вы живете в параллельной реальности, то есть миллионы всяких вариантов, вы взяли этот вариант и почему-то его проходите постоянно и никак не можете пройти, а вам сейчас нужно по сердцу сменить вообще направление и пойти в свой золотой путь души, я вот этот термин придумала, поэтому авторское право нужно вести на это, как раз у меня есть курс золотой путь души, смотрите его, этот курс состоит из 14 дней трансформации, когда вы выйдете в мир другим человеком, каким вы зайдете в него, это один пласт реальности и выйдете вы в другой совершенно слой мира, я это так называю, у вас сейчас период отшельничества, мудрость, знания, получаете знания, откуда-то, вот знаете, вот отшельник это когда человек сознательно выбирает это, выбирает сознательно это качество, ну потому что в возмездии, а кто-то получает уроки за свои прошлые, прошлые параллельные вот эти вот прегрешения, смотрите, вот мы даже вот в этой реальности, когда живем, на самом деле бумеран получают все, просто они этого не осознают люди, в том, что всегда придет возмездие, за ваши нечестные поступки, за поступки, которые с вами совершили, например, человек, например, годами жил по одной схеме и использовал других людей, ну себе вот, ему надо вот было продвигаться, например, по карьерной лестнице, либо самоутверждаться за счет, там, либо, знаете, в любовных отношениях, это вообще так прикольно наблюдать, когда мужчина, допустим, огребает по полной программе, потому что всегда он был на коне, победителем, всегда женские сердца там собирал, все в него влюбляются, о боже, какой ты прекрасный, ну просто вот невозможно, сливают ему тонну своего ресурса, энергии, влюблялись женщины, да, и тут он наталкивается на женщину, которая приходит в его жизнь как башня, это когда крышеснос, это когда он понимает, что по-старому вообще не будет, и по-новому я не знаю, как делается, по-старому точно не будет уже, потому что она снесла мне башню, вот реально, вот такая женщина, когда приходит в его жизнь, и он понимает, что я в нее влюбился на всех уровнях бытия, я понимаю, что она моя судьба, и как бы я от нее там не закрывался, не бегал, не думал, что ой, да ладно, столько у меня было таких женщин, еще одна, а тут высшие силы выходят и говорят, нет, дружок, ты будешь получать возмездие в виде того, что ты будешь чувствовать всю ту боль, которую ты причинил другим людям, другим женщинам, через свое неосознанное, безответственное поведение. Мужчины, воспринимайте сейчас душой меня. В вашем поле есть женщина, которая способна вас исцелить, которая способна вам дать вот это божественное исцеление, и через которую вы исцеляетесь. То есть не то, что способна вам дать и не дает, а она дает вам это божественное исцеление в вашей душе. Это когда человек мертвый приходит в ее жизнь, допустим, а она вот как башня врывается в его пространство. То есть это высшие силы так придумали. Вот человек живет, он приходит к такой точке, когда он не жив, не мертв, когда он вроде живой человек, живое тело. Тут происходит то, что тело живое, а душа мертва. Когда ничего не радует, когда ты понимаешь, что ты на дне депрессии, когда плохо по всем аспектам, когда энергетики 0,0, потому что ты всегда жил, всегда жил по темным мирам. А тут раз, и тебе вообще переворачивают твое сознание. Говорят о том, что нет, ты сейчас так и жить больше не будешь. И вообще вправе каждый человек выбирать, как ему жить. Это на ваше усмотрение, это ваш выбор. Хотите болтаться на дне, болтайтесь дальше. Хотите выбирать свою новую прекрасную жизнь, прямо сейчас вы пишите в комментариях, я выбираю, и вы пишите, прописываете, что вы выбираете в своей жизни. Настоящую любовь, честные отношения, прекрасные перспективы, реализацию полную моих талантов и способностей, поток изобилия. вот все вот что вы хотите сейчас выбирайте по сердцу и пишите. Я выбираю. В комментариях пропишите. Ну, кто-то, если не хотите писать в комментариях, пропишите себе в дневнике или скажите себе словами, я выбираю это, 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 это. Что вы говорите, что вы выбираете. Она вас исцеляет, эта женщина. Более того, она видящая вселенную и вы понимаете, что она обладает этими знаниями и сейчас о девушках силы говорится, потому что она на ты с космическим пространством, потому что она там как дома, она в космосе как дома. Это когда она уходит в медитацию, она видит, например, вот я вижу в своих медитациях, я вижу, абсолютно всю звездную систему, планеты, звездную пыль, галактики, и все, знаете, настолько потрясающе совпадает с тем, что я, например, прихожу, научная лекция, к примеру, в планетарий, где о космосе рассказывается, там рассказывается все то же самое, что я видела, или показывается, вот, как сказать, как это называется, когда не репродукция, типа показывают, симулякор, что ли, как это называется, нет, симулякор, это другое немножко, когда реальность показана, как, ну, в проекторе, то есть вам показана модель вселенной, там, да, модель формирования звезды, и так далее, а ты все это видел, вот, какой уровень тут, мужчины, ну, у вас просыпается энергия настоящего мужчины, и через только вот это состояние вы, наконец, познаете, что такое настоящая любовь, вас высшие силы рихтуют под это, под, но это ваш уже выбор болтаться, опять же, в состоянии мальчика вечного, я вечный мальчик, мне 60 лет, но я вечный мальчик, и у меня такие же поступки дурацкие и безответственные, да, либо вы берете и идете как, ведете себя как император, император это человек, который обладает, во-первых, потенциалом, энергетикой, ого-го, какой энергетикой, и реально вершит судьбы, не только свою судьбу, но этот человек, он энергия, знаете, какая идет, теплая, то есть это защитник мира, это человек, который познал всю боль на душе, познал всю тьму и свою собственную, он заглянул в себя и понял, что во мне тоже есть эта тьма, которую я вовне проецирую, и, например, вы, когда смотрите, чувствуете у вас, например, подключка какая-то идет, особенно вот у того человека, у кого сущности бывают, ну, то есть я с этим сталкивалась, я знаю, что это такое, вот, то есть это вы сами разрешили этой сущности к себе присосаться, знаете, в какой момент, когда вы себе сказали, когда вы на сделку пошли собственной совестью, когда вы залепили свое сердце вот так, ладно, не буду его слушать, не буду, у меня орет сердце мое, душа моя плачет, но я нет, я не буду этого слушать, я пойду и выбираете вообще не вами выбранный путь, украденную судьбу, когда у вас, знаете, по херам идет просто ваша судьба, просто потому, что у вас украли вашу счастливую судьбу, а такое возможно, и, ну, в нищету приходите, так, нищета это, нищета духа, нищета сознания, высшие силы только так, доводит до человека, его доводит человека до того состояния, когда он наконец-то начинает просыпаться и делать что-то со своей жизнью, это когда он дошел до дна, а со дна там тук-тук-тук постучали, потому что человек сознательно все равно говорит одно, а делает совершенно противоположные вещи, говорит одно, а паттерн поведения остается все тем же, допустим, хочет новое, но по старой схеме действует. Ребята, это не работает так, вы всегда должны быть ответственны за свои решения, за свою жизнь, и понимать, что если вы хотите в новое пойти, качество жизни своей изменить, в другой слой мира прыгнуть, это значит, вам нужно по-новому действовать, это значит, нужно другими дорогами ходить, узнавать много нового, действовать по-другому, все свои старые говнопаттерны убирать и понимать, что, блин, по-моему, я косячу опять, в себе вот это отслеживать, это очень трудно, всегда хочется, знаете, покритиковать другого, до этого он виноват, нет, это вы сейчас на себя присматриваете, вот сейчас вот то, что мои слова, то, что я вам говорю, да, и понимаете, что вас привели высшие силы к этой точке дна для чего-то, для того, чтобы вы скакнули в другое измерение, в свое другое измерение, и выбор у вас должен быть по сердцу, только по сердцу, только так работает, будете мозгом просчитывать, так, мне лучше вот туда пойти, и тут у меня изобилие будет, тут я там получу какое-нибудь партнерство, тут жить так, и, знаете, просчитываете, господи, люди даже просчитывают детей, это вообще поразительно, вот, и у вас силы просто смотрят высшие силы сверху, на это все, и говорят, ты, дружок, по-моему, не понимаешь, значит, тебе дается еще больше уроков и испытаний, особенно, когда, смотрите, я из расклада в расклад, это идет, ну, раз это идет, я, значит, должна вам это сказать, когда сила прорывается в ваше пространство, вас ломают, вас ломают через колено, у вас ломка происходит вашего сознания, вашего тела, не сопротивляйтесь этому, просто поддайтесь этому процессу, плывите по течению в этот момент, чем больше вы лапами упираетесь и говорите, да нет, я не пойду в эту трансформацию, я уже больше не могу, я там не выдержу, вам дают силы для чего-то, для того, чтобы вы скакнули, значит, вы можете совершить этот квантовый скачок, сейчас услышите меня, вы можете этот совершить скачок, выберите только это, иногда, смотрите, нужная для вас работа или предназначение ваше распакуется совершенно в другом слое мира, вы живете вот здесь, предназначение ваше вот здесь, вам как надо вот скакнуть, понимаете, на этот уровень перейти, а это другие слои мира, это параллель вообще происходит, то есть здесь люди живут как-то и здесь люди живут, и вам нужно совершить вот этот переход, переход, и не бояться этого перехода, также точно со своим делом, со своей деятельностью, где вы хотите не только быть реализованным человеком, счастливым человеком, делать какое-то дело, которое у вас классно получается, более того, получать от этого удовольствие, кайф и деньги, значит, вам нужно совершить этот громадный переход, это знаете, как из той серии, когда смотрите, когда человек совершает трансформацию, он постепенно, постепенно у кого-то это молниеносно происходит трансформация, сейчас вообще такое время интересное очень, что у людей, например, у которых энергетики много, они ну запас большой, то есть у них как-то молниеносно так по щелчку происходит и у них квантовыми скачками вот так вот хоп-хоп-хоп он на 25 этаже, он не будет с 25 этажа перекрикиваться с алкашом, который на первом этаже сидит там на лавке, да, и лузгает семечки, потому что ему уже это не надо, вы же не будете вот с 25 этажа перекрикиваться, эй, услышь меня сейчас, давай пообщаемся, да вам не интересно, у вас другие слои мира, вот, какой пример я привела, так, без иллюзий сейчас выбирайте свою судьбу без иллюзий, пожалуйста, не примеряйте на себя чужие тапки, прекратите примерять на себя, ой, вот это я вообще обожаю просто, это когда, знаете, люди насмотрятся в социальной сети, у человека, у человека, ну там, профессия, да, и он в этой профессии ас, круто, там, все, и ты начинаешь на себя примерять его путь, ты не знаешь, через что он прошел, ты не знаешь, какие он уроки проходил, потому что каждый индивидуальный, поэтому ты должен надеть свои тапочки, идти в своих ботинках по своему пути и не лезть в чужой путь, это когда, знаете, еще с добрыми советами, ну, по башке надавать, это доброта с кулаками, когда ты начинаешь там что-то из во благо, я же тебе во благо советую, вас никто не спрашивает о вашем совете, вот, так что вы знаете, куда идете, ребят, это просто очень грандиозно, через разгон страстей, по страстям, через смерть придется пройти, через трансформацию, переход, встретиться с самым страшным вообще в своей жизни, что есть, для кого-то это разные ситуации, страшные ситуации, то есть заглянуть своему страху в глаза, для того, чтобы обрести истинно, божественное партнерство, представляете себе, то есть это когда пара людей прославляют свой род, величие рода, когда она императрица, а он император, и вот они до самой смерти вместе, но не потому, что им вот они расписались там 200 лет назад и тянут свою лямку, нет, потому что эти люди понимают, он моя судьба, она моя судьба, и несмотря ни на что я выбираю этого человека, даже несмотря на то, что мы проходим через какие-то уроки судьбы, я все равно выбираю именно этого человека, и то, что у них встречается, что ли, это партнерство, ну да, через знания, так, сейчас, испытание силы у вас сейчас происходит, а, у меня девочки делятся просто, что там из рук вылетают кастрюли, там, я не знаю, кипяток льется, короче говоря, это сейчас в вас пробуждается сила вот эта, ее нужно в мирное русло, начните танцевать, начните петь, начните творить что-то, создавать там, картины, например, когда у вас вот эта энергия идет, и вы создаете что-то, хотите, покажу вам, вот эту картину создала я, нарисовала ее, когда у меня шел период такой очень достаточно жесткий, я стала просто много рисовать, вот эта картина создана тогда, когда я была на дне своей души, полнолуния и шторм. Нет, я не просто, ну, я вам не хвалюсь, я просто показываю то, что человек начинает во что-то свою энергию, свою силу именно во что-то выливать в созидание какое-то, произведение создавать, не обязательно произведение искусства создавать, а просто то, что вас радует. испытание силы, да. Вот через испытание пройдете, вас ждет счастье, радость жизни, наполненность, когда это тотальное счастье, когда наполненность 10 кубков, это не уже не знаешь, что же, желать, и даже знаете, как не возникает этого, какой-то хотелки, ты понимаешь, что ты полностью удовлетворен своей жизнью, потому что ты полностью счастлив, потому что ты по своей судьбе идешь, в своих ботинках ты идешь, ты идешь более того по своей дороге, ты занимаешься своим делом, ты на своем месте, ты разрешил все конфликты и болевые точки, которые у тебя были, в отношениях с родителями, с детьми, с родственниками, да, какие-то многолетние конфликты, у тебя разрешается вообще ситуация с финансовым потоком, совсем по-другому идет, и ты просто идешь в свое процветание и счастье, когда ты занимаешься своим любимым делом, и оно тебе еще приносит большие деньги. ребят, вам придется пройти через бесов, ну вот страшно эта карта, да, знаете, для чего? Для того, чтобы выйти оттуда непобежденным. Знаете, вот есть фильм, не сломленный, по-моему, так он называется, вот это непобежденный человек, который прошел всю вообще жесть этого мира, своей судьбе, всю свою карму прошел, огреб по полной программе, возмездие получил за свои прошлые какие-то прегрешения, не сломался, собрал себя по кусочкам, энергетически собрал себя в целое состояние, в целостность, в благоденствие, в благочестие и идет по своей судьбе, с чистым, открытым сердцем, по сердцу по своему. Многим ждет ловушка, говорю, у вас испытания сейчас, вас высшие силы будут испытывать, готов ли ты принять этот дар, вот смотрите, десятка кубков, это счастье и это ресурс, это огромный ресурс, то есть это богатство, это во всех аспектах ресурс, это деньги, это здоровье, это красота, это процветание, это таланты, это творчество, когда льется просто из вас вот вообще потоком, испытание силой, испытание огнем, как будто, знаете, огонь, медные трубы должны пройти, огонь, воду, медные трубы, для того, чтобы как закалялась сталь, чтобы закалить вас, чтобы вы стали непобежденным этим человеком, я такие интересные вообще факты читала, поделюсь с вами, видела меч, который сделан, ну вообще, то есть технологии, которые, полторы тысячи лет назад сделан этот меч, по тем технологиям такого невозможно было совершить, то есть это какие-то другие цивилизации свои знания дали, и люди сделали меч, как-то там, в общем, короче, там металл, состав металла вообще и ковка такая, что это невозможно было в то время, невозможно просто, когда еще до железного века даже, я не знаю, зачем я вам привожу эти факты, просто примите новый опыт, поймите, что реальности на самом деле больше даже, чем вы можете себе представить, духовное богатство, я говорю вам, когда вам высшие силы, смотрите, дают вам тотальное счастье, но вы должны пройти испытания, это в любой сказке мира, возьмите, любая сказка, как она идет, через опять испытания, через инициацию должны вы пройти, личная инициация адепта, это обязательное условие перехода на другой уровень бытия, на 25 этаж, чтобы прыгнуть со своего первого вот этого алкашеского этажа, знаете, вот когда на лавочке лузовишь семечки, и на 25 этаж, вам нужно переход произвести, этот переход сознания прежде всего, у вас другое сознание должно быть, духовное богатство, то есть высшие силы не даруют просто так, не даруют они просто так, это, знаете, как сейчас удивительное время, да, у нас происходит, у нас, например, человек может какой-нибудь блок вести, совершенно с матами, там, да, тупой контент выкладывать, но прикольно сделан, да, и это как-то приравнивается к Нобелевской премии, например, человек, который ученый, долгие годы, он открытие какое-то совершает, и вот здесь вот, понимаете, вот чаша весов, такое вот ощущение, что смешалось все, люди, кони, все смешалось, высшие силы никогда не дадут вам, если вы не готовы, раз, если вы не сказали высшим силам, что я выбираю именно это, это, и это, я выбираю это, то есть вы не говорите от отрицания, вы не говорите, что я не выбираю вот это там, ну и плохое что-то, да, говорите, нет, вы выбираете именно то, что и ждёте, и ждёте результата, так, и... А результат-то будет юный волшебник просыпается в вас. Ярофант. Постижение мудрости, постижение духовного... Постижение духа. Отождествление себя с духом. Это когда дух приходит к вам и начинает вас вести. Это на самом деле не спутаешь ни с чем. Это когда вы начинаете чувствовать свой дух, который вас ведёт по вашему пути. Это вот сплошный ряд, да, очень много об этом сказано, если вам интересно, в книге Карлоса Кастанеды, как раз постижение духа, когда человек, например, жил, не тужил, обладает каким-то запасом энергии, но не применяет это. Ну, как бы не применяет это в жизни, по страстям живёт, то есть недисциплинированно, абсолютно расхристанный, раз какой-то вот... Ну, когда по страстям сливает тонну своей энергии в никуда вообще, в пустоту какую-то. И тут его встречает сила. Дух начинает пробуждаться, а сила, когда стучится в ваше пространство, это сразу понятно, что вас сейчас для чего-то готовят, для чего-то большего готовят. А для того, чтобы вам принять это счастье, реально человек может сойти с ума от такого счастья, которое вот у меня выпало здесь, но это прям тотальное счастье. Ну, как бы, ну, чтобы кукушкой-то не поехать. А то человек долгое время, представляете, жил там в жертве, в плену вечном, в каких-то обстоятельствах, ну, обстоятельствах, там, в нищете, без работы, или там, ну, плохо, плохая жизнь, она и энергетически плохо, и когда по здоровью, там, по всем фронтам бьют, вот, по магии, там, неважно, по каким аспектам. И тут, после череды вот этих испытаний и того, всего того, что я вам сказала, я уже, я иду, ну, как бы, я потоком вам говорю, поэтому у меня даже мысли быстрее идут, чем я вам могу произнести то, что я хочу сказать. И вас, высшие силы, готовят для этого счастья, чтобы вы обладали другим составом даже клеток своих. Частота была внутри, да. Ну, конечно, опасный этот путь. Многие могут подвиснуть в жертве. Опять. Подвиснуть в жертве — это когда я не принимаю этот урок. Я его не могу пройти и никак не прохожу. Мне удобнее зависать в этом пространстве. Мне удобно выбирать вот именно эти обстоятельства. Ребята, вы всё выбираете сами. Вы выбираете состояние, когда у вас нет работы, например. Вы выбираете это состояние. Вы выбираете состояние болезни. Вы выбираете состояние безресурсности. Это вы всё выбираете своими мыслями. Когда вы начинаете фильтровать свои мысли и думать по-другому, я говорила про ответственность, про магическое мышление о том, что моя любая мысль сбывается. Не просто сбывается, она формирует мою реальность. И поэтому я сейчас очень аккуратно со своими мыслями. Если у меня, а я тоже человек, я обычный человек, да, говномешалка в голове начинается, вот какая-то, знаете, вот раскручивается. Я-то думаю, так, я теперь, у меня свой рецепт, у вас свой должен быть рецепт. Как вы вывести себя из этого состояния? Когда вы понимаете, что вы сейчас можете сформировать какое-нибудь очередное говнецо в своей жизни. Ну, зачем вам это надо, да? Новый уровень. Вы выходите на новый уровень. Я говорю вам про новый уровень. Вот 25 этаж. У вас распаковка вашей звездности идет. Сейчас не для всех информации, у кого-то именно идет ваш талант. Сейчас у меня за окном просто ливень так херачит. То есть это, это прям вот когда идет столбом, ну как это, стеной, вернее, вода льется. Вот они, стихи разыгрались, да. Например, когда ваша звездность распаковывается, ваши таланты, ваше предназначение, ваша судьба перед вами, и вы начинаете заниматься тем делом, которое у вас в руках, в котором вы талантливы, и более того, которое, ну, делает вас звездочкой, действительно звездой. То есть это может быть глобально, да, звезда, то есть человек очень известный, а может быть вы просто в своем слое мира, в своем деле достигаете вот этих вершин, когда вы заметны, и ваше свечение уже происходит, то есть, ну, вы как звезда, да. А что нападение? Как им отразить нападение? В искушение не впадайте, не действуйте по страстям, по жезлам не надо, по сексу не надо, по зависимостям тоже, убирайте все зависимости. Ребята, у меня есть обрыв энергетических связей, курс, пройдите. Это от любого человека в вашей жизни, когда у вас зависимость есть от этого человека, потому что у вас нападение может быть через ваши иллюзии, искушения, когда на самом деле вы выбираете новый переход, другую дорогу, у вас путешествие идет, к своей гениальности. Это когда человек распаковывает в себе, вот просто гениально он делает что-то. таланты могут быть разными, то есть, гений — это не обязательно ученый там с Нобелевской премии мира и так далее, да. Открытие нового. Вы по-новому делаете в своем деле, по-новому, у вас новый подход, и вы совершаете вот этот прорыв, переход на другой уровень бытия. Ребята, остановите меня кто-нибудь, опыт, опыт печальный, да. У вас очень быстро сейчас происходит именно ракетой просто, вы летите в новую реальность свою, принимайте. Установление границ, постижение смысла бытия, глубинное исцеление себя и погружение в себя сейчас идет. Покаяние. Высшие силы пришли, это вселенский масштаб сейчас идет, и когда от вас уже ничего не зависит. Это вот как в каком контексте не зависит. Сейчас я подвисну и буду висеть в жертве. Нет. Это к тому, что высшие силы пришли, они в любом случае совершатся сейчас в высший суд. Это когда раздают по каждому по заслугам. Вы как будто знаете, ребята, вы просто заслужили счастье. Вот и все. Удачу свою идете. Девятку Пентакли. А, распаковывайте себя. Учитесь быть большой личностью. Что это такое большая личность? Распаковывайте в себе вот эти таланты. И делайте свое дело классно. Не просто от себя тяну. Не просто, когда вы, знаете, как конвейером что-то там выпускаете. Ну, а, ладно, сойдет там, да. А оно плохо, например. Тут косяк, тут косяк. Нет. Нет. А когда вы весь свой наработанный опыт собираете и что-то выпускаете, какой-то продукт, за которым вам не просто не стыдно, а за которым вы горды просто. Но не тогда, когда гордыня вас распирает, а когда реально продукт этот, например, улучшает жизнь других людей, например. Это вообще космос и фантастика. Вы сейчас смотрите ввысь. Хватит уже смотреть в землю. Силу свободу обретайте. Многие просто воспряли, восстали, реинкарнировались, возродились из пепла, как фениксы. Преодоление у вас идет конфликта и разрешение его. Через вдохновленность, через вашу любовь. Когда наполненность чувствами идет. Когда вы довольны собой, своей жизнью. И настоящая глубинная любовь идет в вашу жизнь. Кто-то у меня пишет, например, да вот у меня там два инсульта, у меня уже не надо никакого любви. Дорогие мои, вы просто смотрите на свою жизнь, вы будете жить в любви. В себе самом у вас будет полная чаша, когда человек удовлетворен полностью своей жизнью. Он исцелен, например. То есть это карта исцеления, это карта, когда вы наполняетесь этим источником. А для кого-то, кому это актуально и нужно, вы обретаете свое божественное пару партнерства. Да будет так. Обязательно пишите комментарии, что вы принимаете. Принимаю, благодарю. Обязательно напишите, что вы выбираете. И это быстрее произойдет в вашей жизни. Просто по мгновению в вашей сейчас руки. Вот вы написали эту мысль, да. И это обязательно у вас исполнится в самое ближайшее время. Для вас легко, ясно и радостно.